Бисмилляхиррухманиррухим. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного, предлагаем вашему вниманию фильм «Что такое колдовство?» Смысловой перевод лекции на тему колдовства и шарлатанства. Предисловие. Всевышний Аллах сказал «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей». Поклонение – это все, что Аллах любит и чем Он доволен. Например, молитва, пост, закат, хадж, дуа, жертвоприношение, мольба, надежда, страх и т.д. А также убеждение, что только Аллах знает сокровенное. Таухид – единобожие. Это поклонение одному лишь Аллаху. Награда за это – вечное пребывание в раю. Ширк – многобожие. Это поклонение кому-либо наряду с Аллахом. Мера наказания – вечное пребывание в аду. А кому же нужен этот ширк? Колдунам. Итак, что такое колдовство? Часть первая. Бسمилляхи рухмани рухим. Хвала Аллаху, Господу миров. Мы хвалим Его, просим о помощи и просим прощения наших грехов. Мы прибегаем к Аллаху от зла наших душ и дурных дел, «Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не собьет. А кого Он оставил, того никто не наставит на правильный путь. Я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, у Которого нет за товарища. И свидетельствую, что Мухаммад – его раб и посланник, а затем… Поистине, самая правдивая речь в книге Аллаха. И самый лучший путь – путь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и его семью. Самые худшие из дел – новшества. И каждое новшество – бидоа. И каждое бидоа – заблуждение, а каждое заблуждение в огне, а затем… Мы приветствуем вас на этой благословенной встрече, на которой присутствует в качестве гостей шейх Халаб Нухамдан Аль-Инзи, известный как толкователь снов, а также присутствует шейх Адали Бн-Тахир Аль-Мухбиль, занимающийся лечением колдовства и шарлатанства. Лекция будет посвящена теме колдовства и шарлатанства. И чтобы не затягивать встречу, начнем эту лекцию со слов шейха Халаб Аль-Инзи. Пожалуйста. Хвала Аллаху, Господу миров! Я хвалю Его, и Он достоин этой хвалы. Я благословляю и приветствую посланного милостью ко всем мирам. Наилучшие благословления и приветствия Ему и Его сподвижникам. А затем… О, мои любимые братья! Мы не перестаем хвалить перед вами Аллаха, кроме Которого нет божества достойного поклонения и Господа. И поистине Он одарил нас этой встречей с нашими братьями и близкими. Мы любим их ради Аллаха. Мы просим Себе и Им, Господа нашего всемогущего на небесах, чтобы Он наделил нас и их полезными знаниями и благими деяниями. Мы молим Его, чтобы Он использовал нас и их в подчинении Ему и возвеличивании Его религии великим возвеличиванием. Мы молим Его, чтобы Он дал нашей общине полную победу. Я не перестаю хвалить вам Его, Свят Он и Велик, Который собрал нас в одном из своих домов, не переставая быть изобильным в благах и не переставая быть щедрым праведником. Я хвалю Его, Свят Он и Велик, Который наделил нас всеми этими благами, а Его Пророк заблагословит Его Аллах и приветствует, сказал, не указать ли вам на лучшее из ваших дел, которое более чище у вашего владыки и за которое выше степень награды и лучше, чем если будете тратить золото и серебро на его пути, лучше, чем рубить шеи ваших врагов при встрече, и они будут рубить ваши шеи. Асхабы сказали, о да, у посланника Аллаха. Пророк сказал, это поминание Аллаха Всевышнего. Я продолжаю восхвалять Его, Свят Он и Велик, видя Его многочисленные блага. О, Аллах, Тебе вся хвала и благодарность, от Тебя величие и благо, о благороднейший обладатель величия. О, высокочтимые мои друзья, поистине, мудрость нашего всезнающего Судьи, Свят Он и Велик, предопределила сотворение этой земли. И как Он сказал Своим ангелам, «Я установлю на земле наместника». И вот сотворен Адам. И жил он потом на земле. И десять веков после него все его потомство исповедовало искреннее единобожие. Не поклонялись на земле Аллаха никому, кроме Аллаха. Совершали праведные дела и не занимались развратом десять веков. Абсолютно все говорили «Ля Иляха Илля Аллах». Любили Аллаха. Боялись Его и надеялись на Него. Приносили жертву только Ему, они уповали только на Него. Молили о дожде только Его, прибегали к защите только к Нему. На протяжении десяти веков, пока их не сбили шайтаны, и этот скверный, проклятый Иблис с первого дня сказал Аллаху, Свят Он и Велик, «Чтобы я поклонился тому, кого ты сотворил из глины, и поклялся Аллаху Его же величием, сказав, «Я непременно совращу их всех, кроме твоих искренних рабов». И Аллах предопределил это, чтобы началась великая мудрость. И эта мудрость – закон битвы и сопротивления на земле Аллаха. Началась борьба, разгорелся жаркий бой, который идет по сей день, с тех пор, как Аллах сотворил Адама мир ему. А Иблис – предводитель шайтанов. Жестокая битва, которая не перестает с древних времен, идет сейчас и будет идти. Жестокая битва между истиной и ложью, между добром и злом, между правильным путем и заблуждением, между праведностью и нечестием, великое кровавое сражение. И эта битва имеет свои оттенки, свои фрагменты и свои проявления. Однажды проявляется в виде мерзкого противоречия и спора. А в книге Аллаха, Свят Он и Велик, ясное доказательство, где Аллах рассказывает о споре на Амруда с Ибраимом, мир ему. Это противостояние проявляется в другой раз, в виде вооруженной борьбы, уничтожения человечества, убийства людей и издевательства над человеком. Это же противостояние проявляется в другой раз, в виде споров и ссор по поводу имущества, чести и враждебности. И поистине, в основе своей, во всех этих противоборствах, предводителем со стороны неверных является проклятый шайтан, да проклянет его Аллах. И у него в этом сражении единственная цель, от которой он не отходит и не отвлекается другими целями, только одна цель, ради которой он собрал все свои силы, и его цель, чтобы все, все мы были с ним наравне в аду. Ведь он сказал нашему великому Господу, я непременно буду подходить к ним и спереди, и сзади, и справа, и слева, и ты обнаружишь большинство из них неблагодарными, я непременно совращу их всех, кроме твоих искренних рабов. И стал он натравлять на людей свою конницу и пехоту, и разделять их имущество и детей, и стал давать обещания, а его обещания только обман. И в этой битве этот шайтан руководил рядами тех, кто потерпел поражение. А с другой стороны, на этом все еще продолжающемся великом сражении воюют пророки, посланники и праведники, и становятся их подвижники шахидами, которыми стал доволен их Господь, Свят Он и Велик. Они проповедники, добродетели, истинного пути, праведность и достоинство, а шайтан проповедник злодеяний, порока, скверный, разврата и унижения. И у шайтана в этой битве одна цель к осуществлению, к которой он стремится. И это цель, чтобы все были многобожниками, чтобы им был потом запрещен рай. Поистине, кто совершит ширк, то есть предаст Аллах всотоварища кого-либо, то Аллах сделает ему рай харамом, и его прибейший ад, и не будет несправедливым злодеем помощника. Это угроза и обещание от прекрасного и хвалимого Аллаха было нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Поистине, тебе и твоим предшественникам было внушено, что если ты станешь приобщать со товарища мне в поклонении, то непременно тщетными будут твои деяния. И это угроза и это угроза Пророку да благословит его Аллах и приветствует. И великие ученые, приверженцы знаний Ахлю Суна Вальджама вынесли решение, что капля ширка пачкает океаны Таухида, а совершающий ширк будет в аду, упаси нас Аллах от него. Этот скверный шайтан все еще стремится к этой цели. Однако, тот, кто сотворил его, разоблачил его и рассказал нам о нем следующее. Он сказал нам о нем поистине козни шайтана слабы. Как же он сможет сбить этих людей? Как же он сможет сбить этих последователей пророков и посланников? Как же он сможет сбить тех, кто присутствует на пятничных проповедях и коллективных молитвах, которые боятся Господа небес и земли, у которых святейшие стремления и самая великая цель стать обитателем рая? Как же он сможет? Ведь у него слабые козни. Он подумал и приготовил что сказать. Будем проклят. И он нашел среди потомства Адама тех, кого можно было бы использовать помощниками в осуществлении своей цели. И он не доволен ни мной, ни тобой, ни нами, если мы не будем многобожниками, которые не веруют в Господа миров. А если же не получится, то стремиться да проклянет его Аллах толкнуть нас на совершение больших грехов, чтобы мы дико обращались к книгой Аллаха и сунной посланника Аллаха. А если же не сможет толкнуть нас на совершение больших грехов, стремится, чтобы мы сделали много малых грехов, ведь они, когда их много соберется у человека, то губят его А если же не сможет сделать нас из числа сплетников и совершающих малые грехи, и поймет, что это у него не получается, то он стремится осуществить другой план, занять нас бесполезными делами, которые не запрещены И человек бездельничает днем и ночью, и не совершает благих дел А если же и на это не сможет толкнуть нас шайтан, то стремится занять нас второстепенными делами А если же и этого не сможет сделать, да проклянет его Аллах, то стремится сторониться нас, и натравляет к нам своих помощников из рода человеческого, которые нападают, убивают, разрушают, пугают, берут в плен Но ничего, в судный день будет расплата, и не думай, что Аллах не видит того, что делают злодеи О, мои благородные друзья, это категория людей, которых шайтан использует и делает из них центры для призыва к ширку многобожию и идолопоклонничеству Это колдуны и гадалки, предсказатели и маги Колдун — это один из центров и очагов шайтана на земле Однако, этот очаг в человеческом, передвигающемся облике, более того, это слышащий и разговаривающий очаг Воистину, колдун — это слуга шайтана в его призыве к ширку многобожию Так кто же такой колдун, спрашивается? Он тот, кто занимается колдовством А что же такое колдовство? Некоторые ученые сказали Колдовство — это приближение и отдаление Приворожение и разлучение И это описание только некоторых его видов А некоторые ученые сказали Что сихр — колдовство — это нечто иное, как заклинание, проклятие Талисманы и амулеты, в которые, плюя своей мерзкой слюной, читает колдун А потом эти вещи воздействуют на сердце и разум околдованного Некоторые талисманы и амулеты вызывают болезнь Некоторые убивают Некоторые разлучают мужа с женой Но все это происходит только соизволением Аллаха А некоторые описали истинную сущность колдовства тем Что это один из договоров согласия Где одну сторону представляет колдун А другую представляет шайтан Так вот, колдун по договору заявляет о том, что ему нужно И шайтан все это принимает А затем шайтан ставит колдуну свои условия, которые потом принимает колдун Так вот, это договор о сотрудничестве, грехе и сеяние вражды Аллах скажет им в судный день О, сон Мишаджинов, вы ввели в заблуждение многих людей Их помощники из числа людей скажут Господь наш, одни из нас пользовались другими И мы достигли нашего срока, который ты назначил нам Он скажет, огонь будет вашей обителю, в которой вы пребудете вечно Это действительно настоящий договор Некоторые такие договоры написаны на бумаге Некоторые словесные договоры В присутствии свидетелей И на самом деле они участвовали в этом договоре Однако, это взаимопомощь в совершении греха и сеяние вражды И я не буду затягивать предисловие У арабов есть поговорка Хозяин дома лучше знает дела своего дома Давайте же послушаем слова Аллаха Где он разъясняет нам сущность колдуна, врага Аллаха Неужели этого не будет знать тот, кто сотворил, если он проницательный, сведущий, Всевышний сказал Они последовали за тем, что читали шайтаны в царстве Сулеймана Сулейман не был неверующим Неверующими были шайтаны И они обучали людей колдовству А также тому, что было неспослано двум ангелам в Вавилоне Харуту и Маруту Но они никого не обучали, не сказав Воистину, мы являемся искушением, не становишься неверующим Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой Но никому не могли причинить вред Без соизволения Аллаха Они обучались тому, что приносило им вред И не приносило им пользы Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в последней жизни Скверно то, что они купили за свои души Если б только они знали Пять моментов в этом аете Вкратце Во-первых, колдовство Это одно из постигаемых наук Наука, которой обучаются Поэтому Аллах сказал Но они никого не обучали Они обучались Итак, это постигаемая наука Во-вторых, это наука И обучающийся не сможет научиться этой науке Если не совершит акт неверия Аллаху И если не укрепится в своем неверии И если не совершит грубые акты неверия Вот тогда затрудняется ему возвращение в ислам Клянусь Аллахом Аллах сказал Но они никого не обучали Никого Но они никого не обучали Не сказав Воистину, мы являемся искушением Не становишь же неверующим А не обучались То есть становились неверующими и обучались В один из дней Аллаха Мы с моим благородным шейхом Адаль ибн Тагир аль-Мукбиль Встретились с одним из колдунов Который покаялся Аллаху И достаточно того, что он сказал И мы поговорили с ним И спросили его Как же ты обучался колдовству? И клянусь Аллахом Он не рассказал нам ничего нового Однако он конкретно подтвердил то Что пришло в аяте насчет них Он Встретился с шайтаном А это было После долгого Пребывания В отдаленном и безлюдном месте Где нет ни единой души В таком месте, где нет света Так как приказал ему Его учитель То есть шайтан Он приказал ему Оставаться там Длительное время Одним из условий Его пребывания там Было то, что он должен Спать и сидеть В том же месте Где исправляет свою мочу и кал И клянусь Аллахом За то время Пока он там оставался Он не совершил ни один намаз И ни один с учет Аллаху А затем Перед ним появился шайтан Так, что он мог его уже видеть Своими глазами А потом шайтан продиктовал ему Свои условия Из них то Что он будет совершать намаз людьми Только будет совершать Четыре намаза Без пятой А если же его вынудят То пусть молятся без омовения А что касается пятничной молитвы То он никогда не совершает его Также он приказал ему Совершить грубые акты неверия И чтобы он совершил акт Осквернения священного Курана Ну ладно Он и ему подобные Согласились на совершение Такого богохульства Над священным Кураном А если вам неприятно это слушать То ничего страшного Это надо упомянуть Чтобы все знали о том Что они делают Да погубит их всех Аллах И клянусь Аллахом Они вытираются страницами Корана в туалете И воистину Среди них есть такие Да будут они прокляты Что подкладывают Коран под себя И справляют свой кал Прямо на него Да убьет его Аллах И да даст победу своей книге И среди них есть такие Кто берут Куран И делают из страниц Курана Подкладки для своей обуви Четвертых Шайтан приказал ему Совершить прелюбодеяние С матерью Или с сестрой Или дочерью Этот сказал Я не согласился с ним Тогда шайтан сказал Это непременно нужно совершить И поменялось лицо этого человека Он отвернулся от нас И продолжал Потом глотнул И окропил свое лицо водой И сказал Что совершил это Мы не хотели вам Рассказывать этого Из-за ее противности Но он рассказал нам Что после этого Он стал самым главным Колдуном своего района Потом прошло время После этого И в каждый раз Как он становился Известен своим колдовством И крепче в своем неверии Шайтаны все больше Почитали его Да, это знание Но не обучается ему Тот, кто не совершит неверия В-третьих Слово Аллаха Свят он и велик Они обучались тому Что приносило им вред Они обучаются тому Что приносит им вред Это вредная наука Дефектная И нездоровая Это наука порти и разврата Клянусь Аллахом В науке колдовства Нет ни единой пользы И ошибся И сбился с истины Тот, кто подумал Что есть белая магия Или полезная магия Или волшебство Или подумал Что есть колдуны Которым можно доверять Все они заблудшие Клянусь Господом Кабы Аллах говорит Они обучались тому Что приносило им вред Вредит всему обществу В которой существует Эта куча нечестивцев Которые проклинают Делают порчи Наущают И околдовывают людей Они работают в темных притонах Они вредят всему обществу Когда поражают болезнями Когда раскалываются семьи Когда процветает воровство Когда становится много покушений И иногда Одним из условий Которые шайтан Ставит для колдуна Является Проливание человеческой крови А может быть даже И поедание его Из-за этого Злодеяние одно Хуже другого Итак Эта наука Вредит всему обществу Это также вред тому Кто идет к колдуну Чтобы лечиться Потому что Если пойдет Совершит неверие Ведь пророк Да благословит его Аллах Приветствуй Сказал Кто обратится К предсказателю Или гадалке И спросит его О чем-либо То Аллах В течение 40 дней Не принимает его молитву Если же поверит ему То он совершит неверие Тому Что было не спослано Мухаммаду Скажи Он Аллах единый Аллах самодостаточный Он не родил И не был рожден И нет никого равного ему Это то что Аллах не спасал Пророка Мухаммаду Да благословит его Аллах И приветствует И он не верит в это Упаси Аллах Это наука Наука вреда Также Для самого колдуна Ваши братья Из группы захвата Вышли На мерзкого колдуна И когда он Предстал перед ними То они нашли В его правом кармане Скверную вещь Приготовленная порча Чтобы разрушить Безвинную Счастливую семью Но Аллах Уберег А в его левом кармане Обнаружили порчу На торговце Чтобы Навредить Его торговле А в кармане Что возле Его скверного Сердца Обнаружили Маленькие Белые Клочки бумаги На которых Какие-то Черточки Квадраты Номера И знаки Горе тебе Что это? Он говорит Это мои вещи Не ври Он говорит Клянусь Аллахом Это мои вещи И начал плакать И плакать Как это твои? А он говорит Шайтаны И джинны Не разрешают Мне спать Или кушать Пока я не возьму Эту бумажку И не напишу Точно такие же мольбы Обращаясь К главарям Джиннов И умоляя их Чтобы они Дали мне Отдохнуть Только после того Как сожгу ее И буду Втягивать ее Дым Могут Разрешить Мне поспать Час Или два Или три часа Да Эта наука Вредит ему Какого бы ты Колдуна не видел Он всегда Бывает бедным Хотя и собирает Богатство Какого бы ты Не видел Он всегда болен Хотя и утверждает Что он исцеляет От болезней Какого бы ты Не видел Он всегда Грязный Вонючий Он скверно Выглядит Четвертый момент У колдуна Есть цель У него Потребность В которой Он нуждается Хотя он И является Слугой шайтана И поистине Все колдуны Они выявили Себя Как выявили Себя Колдуны Фараона Когда сказали Фараону Нам будет Награда Если мы Победим В этом Споре Хотят Богатства И награды Из-за Своей Сильной Бедности Или из-за Того Что в сердце Любовь к мирскому Он пробует Колдовство Чтобы Разбогатеть Но попадает В нищету Через Самые Широкие Его двери И Фараон Сказал им Да Я сделаю Вас Так же Из моего Близкого Окружения Колдун Хочет Почета Авторитета Хвалы Чтобы Вовсю Насладиться Жизнью И из-за Того Что Аллах Сказал Не будет Удачи У колдуна С чем бы Он не Пришел Клянусь Аллахом Он не достигает Ни богатства Ни авторитета Однако Он получает Абсолютную Противоположность Этого Пятый момент Колдун Со всеми Своими Видами И путями Колдовства Не вредит Кроме Как Заизволение Всевышнего Аллаха И клянусь Аллахом Кроме Имени Которого Нельзя Клясться Свят Он И Велик Даже Если Соберутся Все Колдуны Со Своими Приспешниками И Войском Из числа Людей И Джинов И Придут Со Своим Колдовством И Орудиями И Со Своим Оружием Чтобы Навредить Тебе О Единобожник Чтобы Вырвать Хотя Бо Один Твой Волос Или Жечь На Тебе Одежду Или Чтобы Помутить Твой Разум Клянусь Аллахом А я Не смог Сделать Тебе Без Соизволения Аллаха Аят Гласит Но Никому Не могли Причинить Вреда Без Соизволения Аллаха И Наш Сегодняшний Рассказ Высокочтимый Это Не Рассказ Того Кто Прочитал И Рассказ И Не Рассказ Того Кто Слышал И Передал И Не Рассказ Того Кто Видел И Рассказ Это Всего Лишь Слова Того Кто Воочию Видел Реальность И Прогнал Колдунов И Схватил И Облачил И Воочию Убедился В И Пороки Он Тот Который Узнал И Узнал Что Они Пишут Когда Пишут Он Узнал Что Они И И Якобы Сообщающих О Будущей Судьбе Это Рассказ Того Кто Узнал И И И И И И Сел Рядом Со Своими Братьями В Доме Аллаха И Рассказ Им О них Это Рассказ О Том Да Почтит Его Аллах Кто Является Главой Организации Блага И Прямого Пути Эти Люди Нашли Время И Осмелились Призвать Людей К Изнанию Колдунов Всех Мостей Путем Возглавления Комиссии По Поддержке Добродетели И Предупреждению Порока Организации Против Главного Центра Противостояния Единобожию Центра По Распространению Ширка Так Вот Шейх Адель Он Находит Время Чтобы Заняться Колдунами И Шарлатанами В Эр-Рияде Он Сегодня Уполномоченный Делами Этой Организации В Королевстве Хвалой От Аллаха И Милостью Как Много Колдунов Он Застиг За Делом Схватил И Задержал А Потом Своей Рукой Довел И Дела До Судей И По Милости Аллаха Упал Меч Правосудия И Справедливости На Их Шеи Ведь По Шариату Наказание Колдуну Удар Мечом Да Будет Здоровый Твоя Десница Шейх Наш И Сегодня Нам О них Расскажет Тот Кто Заходил К ним И Пришел К вам С Их Атрибутами И Орудиями Чтобы Выйти Потом С Братьями И Объяснить Что Они Являются Защитниками Религии И Врагами Тех Поставим Врага На Своё Место И Посмотрим На Него Без Гипноза Чтобы Увидеть Насколько Он Враждебен И Ничтожен И Чтобы Потом Не Обобщаться Им Даже Если Он Объявился Среди Людей И Назвался Шейхом Или Целителем Или Доктором Или Обладателем Магической Силы Или Одним Из Аулия Аллах Свят Мой Господь И Велик И Досточтимый Шейх Начнёт Свой Рассказ О том Что Узнал И Что Делал Изгоняя Их Прислуживая Своей Религии Начни Да Осветлит Аллах Твое Лицо И Да Простит Аллах Твои Грехи И Да Дарует Аллах Твоему Языку Мудрость И Да Направит Аллах Твои Разъяснения На Правильное Русло И Пусть Аллах Внушит Тебе Истину Поможет И Поведет Прямым Путем Пусть Аллах Тебя Сделает Из Числа Праведников А Мы Твои Слушатели Так Скажи Послушаем Тебя Пусть Аллах Поведет Тебя Возвысит И Укрепит Твои Шаги Хвала Аллаху Господа Миров И Нет Вражда Никому Кроме Как Несправедливым Я Благословляю И Приветствую Посланного Милостью Ко Всем мирам Его Семью Сподвижников И Всех О Мои Дорогие После Того Как Наш Шейх Разъяснил Нам Суть И Приговор Колдовства И Колдуна Поистине Это Решение Не Скроется От Всех Решение Аллаха И Его Посланника Так Вот Колдовство Мои Дорогие Это Нечто Иное Как Узлы И Заклинания Как Прояснил Достаточки Мишейх Это Представляет Собой Узелки Которые Завязывает Колдун Узелки Которые Завязывает Колдун Потом Приплевывает Своей Мерзкой Слюной Призывая К помощи Шайтана Будучи Неверным К Милосердному Аллаху Свят Он И Велик Или Иногда Чертит На них Знаки А потом Завязывает Узлы И потом Плюет Призывая К помощи Шайтана Будучи Кафиром К своему Господу Свят Он И Велик Это Нечто Иное Как Заклинания И Узлы Иногда Приговаривает Странные Вещи Иногда Приговаривает Взывая К помощи Шайтана Какую-нибудь Определенную Посуду Добавляя В нее Что-то Записанное Кровью Наджасы Или Что-то Пишет Потом Оставляет Под луной Вот в Такой Посуде Наподобие Которой Мы забираем У множества Колдунов Потом Кладет В нее Объединяющие Вещи Для питья Или Для еды О мои Дорогие Колдовство Иногда Бывает Письменным И колдун Повелевает Закопать Это Или Бросить В море Или Положить В могилу Или Положить Какое-нибудь Место Или Приказывает Бросить Его В дом Того Кого Хотят Околдовать И В совокупности Это все Является Договором Между Колдуном И Шайтаном Никак Невозможно Чтобы Получилось Колдовство Без договора Между Колдуном И Шайтаном Иногда У колдуна Получается Колдовство В результате Чего Муж Видит Свою Жену Уродливой Или Видит У нее То Что Его Не Радует Или Чувствует Скверный Запах От нее Или Видит Ее В пугающем Образе И Все Это В совокупности Договор Между Колдуном И Шайтаном Некоторые Вещи Прятают Некоторые Вещи Дают Выпить Некоторые Закапывают Поэтому Мои Дорогие И Ибн Каим Да Смилуется Над ним Аллах Сказал Про Колдовство Оно Состоит Из Воздействия Скверных Душ И Возбуждения Природной Силы Так Вот Мои Дорогие Колдун Он Неверующий И Воюющий С Аллахом И Его Посланником И Аллах Сказал Как Уже Упомянул Наш Шейх Дохранит Его Аллах Сулейман Куфр Неверие И Что Колдуны Разлучают Мужа С женой Так же Как И Указал На То Что Те Кто Изучают Колдовство Учатся Тому Что Вредит Им Аят Также Указывает На То Что Тому Кто Изучает Колдовство Нет Ему В Ахирате Хорошей Доли У Аллаха И Колдовство Верят Изучают И Занимаются Им Только Те Чьи Сердца Отошли От Им Шайтаны Пленили Их Сердца И Колдовство Это Опасный Центр Для Всего Общества И Колдовство Это Опаснейший Центр Для Всего Общества Это Настоящее Бедствие Сколько Обществ Было Разрушено Скольких Сильных Он Сделал Слабыми Скольких Почетных Ничтожными Скольких Порицаемых Он Возвысил И Укрепил И Все Это Соизволение И Мощи Аллаха И Аллах Свят Он И Велик Говорит Но Они Никому Не Вредят Кроме Как Соизволение Аллаха Колдуны Мои Дорогие Они Разрушители В Обществе Они Разрушают Вероубеждение Мусульман Своим Колдовством И Амулетами И Они Разрушали Мирные Дома И Разлучали Семьи За Жалкие Гроши Которые Им Платили Скверные И Слабые Души Которые Завидуют Мусульманам И Сводили Счеты Встречаясь С ними И Заботясь О Воздействии Сехра То есть Колдовства Так вот Колдовство Не Получается Без Поклонения Шайтану И Без Унижения Перед Ним Совершая Многобожие И Грехи Поэтому Существует Прямая И Постоянная Связь Между Колдуном И Шайтаном И Самая Главная Цель Шайтана Отклонения Рабов Аллаха От поклонения Аллаху Свят Он И Велик Результатом Чего Является Попадание В Ад И Падание На Них Гнева Аллаха И Шайтан Украшивает Пути Унижения Для Раба Как Уже Упомянул Досочтимый Шейх Да Сохранит Его Аллах Иногда Шайтан Приходит С призывом К Поистине Шайтан Отчаялся В том Чтобы Ему Поклонялись На Арабском Полуострове Однако Посредством Науськивания Самое Меньшее Натравливание Одних На Других Поэтому О Мои Дорогие Шейх И 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 Нем Аллах Рассказал О Положении Тех Колдунов Описывая И Потому Что Шейх И 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 которого нет божества. С каким бы преступлением колдунов не сталкивались ваши братья из комиссии по поддержке добродетели и предупреждению порока, этот человек, как оказалось потом, уже предположил и описал это. Потому что шейху-ль-Ислам собрал в единые шариатские знания, затем положил их на земные весы и сам своей рукой все взвесил. Да смилуется над ним Аллах. Поэтому шейху-ль-Ислам, описывая этих колдунов, говорит, что они не очищаются, не совершают омовения, а некоторые из них одевают эти наджасы, общаясь и смешиваясь с собаками, ютясь в туалетах, ямах, могилах и мусорных свалках. От него скверно пахнет, и он не очищается по шариату. Я задумался над словами шейху-ль-Ислам, да смилуется над ним Аллах. И я знаю, какое бы дело не было совершено ими, то подобие всех этих случаев он уже рассчитал. Я не мог представить, как этот колдун спит среди мусора. Спит ли он в мусорных ящиках на улице или идет на заброшенное место и спит там? Я приведу вам случай, который произошел со мной. Пришла весь нашу организацию Эр-Рияди. Прислали телеграмму мэру Эр-Рияда, да хранит его Аллах, что существует заброшенный дом, из которого доносятся странные звуки. И что это самый странный дом в районе. И что когда зашли в этот заброшенный дом, то увидели на стенах странные знаки и надписи. И что мы считаем, что надо начать необходимое расследование. И вот пришла скорая телеграмма к мэру Эр-Рияда, да сохранит его Аллах и вас тоже, чтобы сразу после получения этой телеграммы направились в этот заброшенный дом и начали необходимое расследование. И устранили этот беспорядок. Я и ваши братья из комиссии по поддержке добродетелей и предупреждению порока сразу же отправились в тот заброшенный дом. Мы зашли в дом. В доме оказалось темно. Я попросил принести фонарь. Я направил свет на стену и увидел знаки, начертанные на стене. Я увидел в конце этих знаков вбитый гвоздь. На конце этого гвоздя привязаны узелки, завязанные вот таким образом. На конце этого гвоздя привязаны вот такие узелки. А в конце этих узелков привязаны, да почти два салах, использованная женская прокладка и привязаны на нее использованное мужское и женское нижнее белье. Затем этим не ограничился этот скверный. И в конце этих знаков и тех узелков нарисовал портрет обнаженной женщины. Потом я сказал своим братьям из организации, может выйдем, пока эта обетшалая крыша не упала на нас. Потом я посветил фонарем и увидел в конце той стены сожженную тряпку, связанную крепкими узлами, представляющими собой знаки и узелки. Затем к концам этих узлов примкнуты замки. Я сказал, скорее всего, это сделано для кого-то околдованного. Может быть, Аллах привел нас сюда, чтобы снять это колдовство? Мы попытались развязать, но не смогли. Затем я направился в другую комнату и увидел удивительную вещь. Я увидел, братья мои, мусор, привезенный с улицы. Затем на высоте 2,5 метра в середине комнаты гамак. Затем я посветил фонарем и такое увидел. Клянусь Аллахом, я не видел в своей жизни более отвратительную вещь. Я никогда в своей жизни не видел джинов. Я всего лишь слышал про них, так же, как и вы слышите, что джим бывает таким-то, что у джина бывает рога. Как и вы слышали? Я посветил фонарем и увидел голое тело. Я увидел голое тело, волосы были не спущены на лицо. Я снова посветил и сказал братьям по работе. И вспомнил хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И сказал им, действительно достоверен был хадис от господина человечества. Да благословит его Аллах и приветствует. Пусть мой отец и моя мать будут выкупом за него. То, что он сказал. Кто остановится на каком-нибудь месте и скажет, я прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что он сотворил, то ничто не навредит ему, пока он не покинет это место. Скажите, я прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что он сотворил. И если это человек, то Аллах поможет одолеть его. А если это джинн, то джинны не могут остаться при упоминании имени Аллаха, Свят Он и Велик. Я снова посветил фонарем и заметил, что это тело двигается. Я засмеялся. Один из братьев сказал мне, ты смеешься? Я сказал, да. Потому что я вспомнил слова шейху ль-ислам, да смилуюсь над ним Аллах. Он говорил, что мы видим колдунов, как шайтана несут их по воздуху. И когда мы скажем, ля-иляха и ля-ллах, и прочитаем что-нибудь из Курана, то шайтана скидывает и избавляется от них. И я сейчас соизволение Аллаха отгоню их. Однако, когда они взлетят с ним, то не читайте много, дабы они не скинули его на улицу прямо под машиной. Один из братьев сказал мне, ты издеваешься? Я снова посветил фонарем, и вдруг тело начало двигаться. Я поговорил с ним. Оказалось, что он колдун и ночевал голышом среди этого мусора. Я спросил его, кто же дед приказывает делать это? Он сказал, что джин приказывает мне спать среди этого мусора. А я же пишу тебе знаки, призывая к помощи шайтанов, совершая неверие в Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы Он дал мне делать то, что я хочу. О, мои братья, наш сегодняшний рассказ, это попытка рассказать о некоторых из этих колдунов. Некоторые из них начинают заниматься колдовством через поклонение, аскетизм. Некоторые заходят через колдовство. У этого дела очень много подробностей. Очень много. Потому что рассказ о колдунах и джиннах это море, у которого нет берегов. Однако мы пытаемся рассказать об одном из видов этих колдунов, которые показываются людям, как люди набожные и богобоязненные. Выходят к людям и называют себя аулия, приближенные к Аллаху, что они праведники, что в их руках тайна сокровенного, что они управляют миром, что они много и часто поминают Аллаха, что у них мистические знания, что у них знания, которые основное человечество не знает и показывают людям праведность и стойкость. Носят на руках длинные и четкие, чтобы обмануть ими некоторые слабые умы, что он святейший праведник. Не торопись, а то ослушается Аллах. У нас начинается, у вас заканчивается. И показывают людям праведность и стойкость. И когда их люди видят, то восклицают, Маша Аллах, люди с четкими тридцатками, а это с многотысячниками. И вот показывают людям праведность и стойкость. И я хочу вам представить некоторых из этих колднов, которые вышли к людям, как утвердившиеся праведники. Однако на самом деле, когда они остаются наедине со святынями Аллаха, то оскверняют их. Когда остаются наедине в своих намазах, поклоняются своему Богу, шайтану. И наш сегодняшний рассказ, братья, это рассказ не того, кто читал или слышал. Поистине, это рассказ того, кому Аллах, Свят Он и Велик, помог поднять это дело до мэрии. И они помогли в борьбе с этими колдунами и предсказателями. Я схватил их по милости Аллаха, Свят Он и Велик, который помог мне против них. И я своими глазами увидел от этих людей, представляющихся перед людьми, праведниками. Такой куфр неверия, что был просто поражен. Давайте же посмотрим. Это, о мои дорогие, группа колдунов, которых мы схватили по милости Аллаха. Воистину, эти колдуны представлялись перед людьми, праведниками. Этот повесил на шею часть жертвоприношения, которую преподнес не Аллаху, Свят Он и Велик, взывая в то время к помощи шайтана. Будучи довольным им и совершая неверие в Аллаху. Мы видим у него на руках некоторые жертвоприношения, которые преподносят шайтану. И уже повесил на шею некоторые жертвы, которые принес не Аллаху, Свят Он и Велик. А это другой колдун, которого мы задержали, после того, как он навел порчу на одну семью. По договору, эта семья была разрушена за 700 тысяч реалов. Мы сейчас видим перед ним идола, и он поклоняется ему, а не Аллаху, Свят Он и Велик. И вы видите Кур'ан? Он положил его сзади. Перед ним тот идол, которого он приукрашивает и обдает благовониями. Это его Бог. Сейчас он выходит к камням с некоторыми жертвоприношениями. Здесь он поклоняется своему Богу. Не ставься условиям колдуну поклоняться только шайтану. Надо поклоняться шайтану, надо поклоняться идолам, камням, да кому угодно помимо Аллаха, Свят Он и Велик. Дорогие мои, это то, чем они занимаются. Они пишут для людей талисманы, амулеты, утверждая, что они защищают, преграждают. Это те вещи, про которых пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, кто повесил талисман, тот совершил ширк, многобожие. Внутри этих талисманов написаны некоторые призывы к джинам и шайтанам. Знаки, символы. А иногда делает вот такие штучки. Эти замки – дело колдуна, который сделал, чтобы поссорить семью. Однако он не сделал так, чтобы их полностью разлучить. Он сделал так, чтобы они ссорились в счастливые моменты жизни, чтобы навредить их состоянию и времени. В праздники начинались ссоры, после праздников заканчивались. А что касается этой работы, то это замкнуто железными замками, чтобы не разомкнулось. И закопали в землю, чтобы не разомкнулось со временем, или из-за сырости, или из-за других природных факторов. А эта комбинация – это нечто, выражающее их работу, которую мы взяли в одном из домов, в котором должна была состояться свадьба. Парикмахерша. В день свадьбы взяли у парикмахерши волосы невесты за 100 или 200 реалов. То, что вы видите – это волосы. И сделали порчу родне жениха и невесты. Все собрали, очень много волос. Потом была сделана эта своеобразная лотерея. Взяли за работу 700 тысяч реалов, чтобы полностью разлучить семью. За 700 тысяч реалов разлучение семьи. И на самом деле разошлась вся семья жениха и невесты. Даже не состоялась свадьба и торжество. Ничего не состоялось. Ведь на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тоже была наведена порча на его расческу. Поэтому я советую сестрам, которые идут в такие места, как парикмахерская, беречь подобные вещи, беречь волосы, беречь хиджаб и другие вещи, которые могут быть использованы в колдовстве. Да сохранит нас Аллах и вас тоже. Вот это колдовство, которое было сделано на ту семью. Но по милости Аллаха мы схватили этого колдуна. Как видите, возвышается на много метров, полон знаков, чертежей, иероглифов и запрещенные мольбы. Это эмблема нашей организации. Раз уж стало ясно, что колдовство – одна нация, а мы думали, что вот эти колдуны, которые представали перед нами, мусульмане, а они на самом деле оказались кафирами, колдунами и преступниками, они своим образом жизни, путями и новыми убеждениями являются, как мы обнаружили, одной нацией, как вы уже здесь увидели. А этот колдун – христианин. Он сообщил нам, после того, как принял ислам и покаялся перед Аллахом, свят он и велик, как же редко это происходит. Он сообщил нам о методе обучения науки колдовства. Он рассказывает нам, как он учился вот так садиться. Как вы видите, он в пещере. Точно так же, как описывают те, кто называют себя мусульманами, рассказывая о своем халвате уединений с Аллахом. В своем круге, который он начертил мелом, вы, наверное, заметили треугольник перед ним. Смотрите на его пальцы. Как он занимается зикром? Точно так же, как те, которые говорят, что они входят в халват уединения путем зикра и упоминания величайшего имени Аллаха, которое, якобы, никто не знает, кроме него. Этот треугольник и свечи представляют собой жертвоприношение, которым он приближается к шайтанам днем и ночью. Он сидит там и ни за что не выходит за границы этого круга. Ему сильно пригрозили, что если он выйдет из этого круга, то его шайтаны накажут и действительно накажут. И его сердце наполняется скрытым, великим страхом перед джинами. Он продолжает бояться их и надеется на то, что у них есть. И так долгое время. После этого он спит. Вон символ преступности. После этого, по договору, он становится колдуном. Он соглашается на то, что ему дадут самую низкую степень колдовства. И ему говорят, если ты продолжишь и усилишься в своем неверии в Аллаха, продолжая такие обряды, то твоя степень в колдовстве будет подниматься все выше и выше. Это заблуждение одно на другом. И поистине, это нечестивые колдуны и маги. Один нечестивее другого. И удивительно, что этот колдун работает таким же образом, как и те, кто называют себя мусульманами или суфистскими мусульманами. Таким же образом, он, как вы, наверное, уже заметили, из Филиппин, занимается таким же колдовством, как и тот, что с Арабского полуострова, или Африки, или Европы. Так вот, колдовство и неверие — это одна нация. Этот колдун показывает нам, как он занимался колдовством в комнате, которая наполнена отвратительным запахом. То, что мы видим, это его чернила, которыми он пишет колдовство. Вот символ еды, крови, что-то из еды, которую он поджег и расплавил. Это его чернила. Вы видели знаки, которые на стене? Мы находимся в его комнате, наполненной зловониями. И эти зловония исходят с его тела. Видите эти зловония и деревяшки? Их джинны любят. Они поджигают их и обдают их запахом это место. А что касается христиан, то они пишут разноцветными свечами, разных размеров, маленькими, короткими. Мы приказали ему, чтобы он написал, и он написал нам. То, что вы видите, это знакомые буквы. Это арабские буквы. Однако они написаны как будто бы в случайном порядке, без замысла. Он знает смысл этих букв, и мы тоже знаем. На самом же деле у каждой буквы есть свой ясный смысл и цель. И эта цель – возвеличивание главаря джиннов и его племени, а также надругательство над именами Аллаха, Свят Он и Великого. Как вы еще увидите в дополнительных материалах, он сейчас тоже покажет некоторые, а кое-что мы нашли у него дома. Вы видите этот квадрат, на верхней строчке которого он написал всякие буквы? Мы запретили ему докончить эту писанину, потому что если он закончит, то получится ругание и проклинание Великого Аллаха, Свят Он и Великого. Видите? Вау, ха, мим, еще раз мим. Если бы он закончил, то непременно стал бы ругающим Аллаха и считающим Аллаха порочным, и стал бы возвеличивающим шайтанов. А это, согласно приказу шайтанов, он вешает у входа. А другое он ложит под подушкой. А какие-то он может быть пьет, а какие-то кушает, или дует в них, или глотает, или, или. Короче, он делает то, что прикажет ему шайтаны. Они же его пугают и изощряются в своих требованиях, чтобы его поклонение ему было многогранным, и чтобы он исполнял их приказы беспрекословным исполнением. А эту гнусную порчу написал мужчина против своей сестры. Насколько это ей навредило, Аллаху известно лучше. А это колдовство, которое он заворачивает в своих руках, он показывает нам, каким образом заворачиваются подобные вещи. Все колдуны Африки единогласно вот так заворачивают, а колдуны Азии заворачивают по-другому. Главная их суть в том, чтобы свертывать, заворачивать и сворачивать эту бумагу. На самом же деле, эта бумага и надписи на ней, и этот ширк, это только договор между колдуном и шайтаном, чтобы исполнялись приказы колдуна, которые шайтан принимает. После того, как он напишет это колдовство, он завязывает и вешает. Этот вид вешается. Есть еще другой вид, который хоронят, как, например, этот вид, который он взял, чтобы закопать. Этот колдун идет, он не знает, куда идти, но шайтаны приказывают и указывают ему дорогу. Дошли до места на краю села, наподобие норы. На самом же деле, это колодец. Я хотел бы вам напомнить, как был околдован пророк, салли Аллаху алейху ассаляму. Она обмотана множеством ниток, в каждом витке узелок и проклятие со слюной, и призыв к шайтанам и джинам. Он заворачивает его в полиэтиленовый пакет и крепко затягивает, чтобы не дошли до него дожди, сырость и вода, которые могут испортить колдовство. Он все еще затягивает его. А что касается порчи на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то это сделал Лабид ибн Асам, еврей, да проклянет его Аллах, а за ним и всех евреев. Он навел порчу на пророка с помощью его расчески и волоса, а потом положил его в колодец в Медине, под камнем в колодце под названием Зейрваль, и спрятал его под камнем в этом колодце. Вы видите, этот колдун зашел, а мы же наблюдаем за ним, куда же он зашел. Он идет к уже знакомому месту в этом колодце. Потом выбрал один из углов колодца, потом он ищет нужный камень, находит его, смотрите, он поднимает его, потом вернул туда камень, видели, вот он. Потом он взял песок, рассыпал и рассеял его по земле, чтобы не осталось следов. Однако Аллах знает, он следит за всем этим и знает то, что они скрывают и о чем втайне беседуют. После того, как он скрыл следы, вы видели, он закончил свою человеческую часть работы Иблиса, завернув узлы и выполнив договор так, как ему приказала другая сторона. С этого момента шайтан начинает свою работу, нанося урон и вред. Но они никому не вредят без соизволения Аллаха. Смотрите, он выходит в чистой белой одежде, как ни в чем не бывало, однако он выходит с черным, гнилым и отравленным сердцем. Не одобряет благое и не порицает порог, только следует своим страстям, да проклянет и поразит его Аллах. А вот здесь ваши братья из этой организации, мужчины из этого района, военные, полицейские, учителя, ответственные и подопечные, большие и малые, все мы защищаем нашу религию, и все защищаем нашу акиду, верообеждения. Пришла весточка, что в этом заброшенном кладбище, в котором уже много лет никого не хоронили, что в ней есть колдовство, в одной из разрушенных могил. И вот ваши братья из этой комиссии пошли туда. Они из полиции Эр-Рияда. Солнце в зените, и тень человека прямо под ним. Они копают, они сильно утомились. Жара очень сильная. Есть ли толк копать здесь? Они почти уже отчаялись что-либо найти. Но Аллах облегчил тем, что именно на это место указал колдун после того, как сделал таубу, покаяние. Они все еще копают, почти отчаялись что-либо найти. Но Аллах показал им признак. Нечто похожее на полиэтиленовый пакет. Вы видели? Вот он. Шейх нашел его. Они нашли порчу. Это нечто, представляющее собой белый сверток, как будто самым покойника. Это пластиковый пакет, в который завернули колдовство. Он немного разделся, и не осталось ничего, кроме колдовства, который оберегал шайтан, да проклянет его Аллах. Они сейчас начали развязывать и снимать это колдовство. И тому, кто развязывает порчу, нужно набраться смелости с помощью Аллаха, потому что те шайтаны набираются смелости шайтанами, а мы же с Аллахом, Господом миров. И поистине, Аллах помогает и дает победу тому, кто помогает ему. И он поистине сильный и всемогущий. В то же время, кроме храбрости, ему еще надо прочитать утренние и вечерние защищающие поминания Аллаха, которые пришли в судне посланника Аллаха. Он должен быть совершившим утренний намаз в мечети с Джамаатом, чтобы тем самым войти под защиту милосерднейшего Аллаха. Ведь поистине, тот, кто совершил утреннюю молитву с Джамаатом, тот под покровительством Аллаха до вечера. Он развязывает порчу, но так как на нем узлы, необходимо читать сурату Кульху и плевать через плечо, читать фалях и плевать через плечо, читать аннас и так же. После того, как избавились от внешних узлов, которые должны были защищать сделанную работу, мы видим нечто похожее на кожу животного, которую удлинили наподобие плети. Вы видели? Это кожа. Внутри нее калловство. Хвала Аллаху и благословление и приветствие его пророку, как мы говорим, это лучшее из того, что мы говорим. Как вы заметили, это калловство, которое разбирают по частям. Так вот, это первое, что нашли. Это нечто похожее на длинную палку, которая обернута коровьей кожей. И в первых свитках обнаружили написанное калловство, которое вы видите. Видите, круги такие же, в которых сидел тот колдун, описывая свою работу. И все, что здесь написано, и есть калловство. Да погубит Аллах всех каллов. И эти квадраты, на которых он вылил свое зло, в них цифры, на углах их указания на тех, кого они возвеличивают из числа джинов. Они продолжают разбирать это калловство прямо на месте. И когда подобное калловство развязывают или разбирают, обязательно надо читать эти суры и приплевывать. А как же? Ведь когда пророк заходил в Мекку в день Фатха и пришел к Каабе, а возле Каабы тогда стояло 360 идолов, то он указал в них рукой и читал аят «Джа аль-Хакку вазаха кальбатль» «Вот явилась истина и сгинула ложь, и в каждый раз, как он указывал на идол, тот падал». И клянусь Аллахом, мы не можем раскрыть это калловство без упоминания этого аята и чтения фаляк и ан-нас. После этого он очень легко развязывается. Вы заметили этот желтый элемент, которым обернуто это нечто, оно имитирует собой околдованного. Его завязали узлами. В некоторых местах оно завязано в узлы. Эти узлы развязываются один за одним. И в каждый раз, как он развязывается, хвала Аллаху, околдованный излечивается раз за разом. Он почти закончил. Даже в конце есть узлы. Их тоже надо развязать. Нельзя оставлять ничего из узлов. Потому что они приговаривали, наговаривали, проклинали перед завязыванием каждого узла. После этого все это собирается и читается над ним аяты про колдовство. Потом все это ложат в какую-нибудь посуду и потом сжигают. И хочу сообщить вам, что сразу после того, как мы сняли ту порчу там, на кладбище, вылечились заколдованные муж, женой и детьми. Сразу после снятия порчи, как пришло от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что когда было снято колдовство и порча к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, к нему вернулось здоровье и бодрость, как и прежде. Дорогие братья, у нас в резерве еще много информации о них. Предлагаем вам посмотреть на это и послушать шейха. Хвала Аллаху, Господу миров. Хвала Аллаху, Господу миров. И я благословляю и приветствую посланного милостью ко всем мирам. О, мои дорогие, мы хотим узнать истинную суть колдовства. После того, как мы узнали суть колдуна и колдовства, посмотрим же на его мерзкие дела. Кто такой колдун? Видите, это опять порча. Эта работа тоже была найдена. Как видите, внутри нее некоторые элементы колдовства, которые сделал один колдун, пойманный нами по милости Аллаха и выведен из колдовства. Видите, следы крови. Внутри нее, до возвысит вас Аллах, использованная женская прокладка, во внутрь которой положили аяты Кур'ана, аяты Курси, фалях иннас. Смотрите, внутри прокладки, вот они колдуны. Каким бы праведником он себя не показывал, что он пишет на бумагах талисмана и так далее, знайте же, что колдовство – одна нация. Никак невозможно, чтобы получилось колдовство или порча без приближения к шайтану. Смотреть на это очень противно. Смотреть на плоды взаимопомощи между шайтаном и колдуном. Эта комплексная работа, как говорится, сделана на всю семью. Мать, сын, невеста и девочка семи лет. На каждого из этих членов семьи наведена порча, чтобы навредить им. Что касается первой порчи, то она сделана против пожилой женщины в 65 лет. Не осталось ни государственной, ни частной клиники, куда бы она ни обращалась в поисках исцеления от ужасной боли в теле, как будто бы ее кололи чем-то острым. Страшная и сильная боль была. Не смогла вылечиться от этой боли ни у какого врача, потому что этот мерзавец взял часть ее волос. Кстати, точно так же была наведена порча на пророках, взяли его расческу. Так вот, этот мерзавец взял часть ее волос, потом завязал узлы, потом воткнул в него иглу и обернул пакетом. Так вот, она чувствовала колющее воздействие этой иглы. Вот это волосы той, что не могла избавиться от этой боли. Волосы женщины 65 лет, которая чувствовала боль, не могла избавиться от этой боли. Вторая порча на несчастную женщину, которая никак не могла сидеть в доме мужа, что бы ни было. Ее приводили в дом мужа, а она не могла там оставаться полностью, даже одну ночь. Нет, она выходила на улицу и всю ночь там проводила время. И только утром ее заводили в дом. И когда ее приводили к мужу домой, то под любым предлогом и по ничтоженной причине дома начинался скандал, прибранка, ссоры. И степень катастрофы и беды в этом доме знал один лишь Аллах, Святой Он и Велик. А вот это, то, что вы видите, сделано на мужа. Сделана порча, завязаны узлы и все в пакете. Следующая порча на невинную девочку 7 лет. Они колдуны. Нет у них в сердце ни веры, ни милости, ни жалости, ни страха перед Аллахом. Нет у них в сердце милосердия. Их первая и последняя забота угодить этому шайтану. А шайтан же, как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отчалося в том, чтобы ему поклонялись молящиеся в арабском полуострове. Однако он науськивает между ними. Самое меньшее, натравливая друг друга. Что же говорит о причинении вреда? Вы только что видели порчу на ту девочку. А то, что вы сейчас видите, это тоже их дело. Смотрите, на этой бумаге написано аят уль-Курси. И он написан кровью женских регулярных циклов. Самый великий аят в книге Аллаха, Свят Он и Велик. И этот аят написан кровью женских регулярных циклов. Он просто испортился из-за сырости и по истечении времени. Затем другая порча на мужа, жену. Видите? На всю семью сделали. Положили немного ногтей. Предварительно прочитав над ними. И по милости Аллаха и его милосердию, как только мы сняли эту порчу, семья зажила новой жизнью. Мы позвонили им по мобильному телефону с этого района в другой район, расстояние между которыми в тысячу километров. И эта женщина сказала, что ее боли внезапно прекратились, и что семья заново зажила новой жизнью и вылечилась по милости Аллаха, Свят Он и Велик. Это только одно из их дел. О, мои дорогие, мы бы вам показали все, что видели из их дел, но мы не можем все принести сюда. А если же захотим, если же захотим узнать все, что они делали, то нам нужно очень много времени. Даже до утра не успели бы показать все. Однако, мы ограничились всего лишь образцами, чтобы показать, как они глумятся над книгой Аллаха, используя на джасы женские прокладки. А теперь давайте же посмотрим еще кое-что из их скверны, насколько это отвратительно, плохо и мерзко. Они не колеблясь ослушаются пророка, и другим приказывают ослушиваться пророка. Как сказал наш шейх, вначале он приказывает совершить неверие. Если не может, то беда. Потом приказывает совершать большие грехи, потом малые. Да все, что угодно из того, что запретила религия, из того, что противоречит Единобожию. Все, с чем воюет ислам, они этими вещами совершают жертвы и любят это. Любят все, что против ислама. Сейчас вы видите эту работу, мои дорогие, она внутри ящерицы. У этой ящерицы своя история. А иногда они берут живого удода. Иногда они берут живого удода и убивают его в отместку, поскольку пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил его убивать. В хадисе говорится, пророк запретил убивать четыре животные. Из них пчела, муравей, удод. Так вот, они убивают удода, ослушиваясь пророка. И еще потому, что он пришел, оповещая о Ширке, возненавидев его и любя таухид. Он же сказал в рассказе про Сулеймана, я пришел к тебе из Саба с ясной вестью. Когда один из подвижников зашел к матери правоверных, да будет довольней Аллах, то увидел рядом с ней копье и спросил, для чего это? Да смелуется над тобой Аллах. Она ответила, против ящерицы. Разве ты не знал, что она раздувала огонь, в который был брошен Ибрагим? Этот вид ящериц ненавидит единобожие и приверженцев единобожие. Поэтому они поклоняются шайтанам, используя этих животных. И вы видите их в числе атрибутов, которыми они поклоняются шайтанам. Смотрите, внутри него найдены маленькие значки, смысл которых в обзывании к именам некоторых шайтанов, такие как Будух. А рядом написано одно из имен Аллаха. Зачем? Да чтобы глумиться и осквернить имена Аллаха и речь Аллаха. И это все внутри ящерицы, погруженные в ослиный навоз, который известен как Наджаса, скверна. И все это в знак глумления и презрения над прекрасными именами Аллаха и его атрибутами. И это всего лишь одно из их дел. Мы оставили это образцом, чтобы показать, как они пишут Наджасой и кровью женских циклов имена Аллаха, оскверняя их. Чтобы показать их мерзость и восприятие, которым они совершают эти дела, ослушаясь Аллаха. Какое бы дело не было ослушанием Аллаха и его посланника, они совершают его. Посмотрим же другой пример их злодеяний, чтобы убедиться в их низости, порочности и преступности, что нет в их сердцах ни милосердия, ни жалости. Прокрутите, пожалуйста, вперед. Вот. Вот. Это другая порча, братья мои. Мы покажем вам образцы. Клянусь Аллахом, кроме которого нет другого божества. Мне не хватит и трех дней, чтобы показать все их проделки. Это заброшенный дом. Они не работают, кроме как в темноте. Они не работают, кроме как в туалетах. Они не работают, кроме как на кладбищах. Они не работают, кроме как на мусорных свалках. Не работают, кроме как с Наджасой, скверной. Не работают, кроме как в пустырях, в притонах, где много скверной. Это место преступления в заброшенном месте. Как вы уже видели, это заброшенный дом. Мы сняли там порчу, сделанную несчастной женщиной. Это бедная женщина, над которой поступили несправедливо. Посмотрите на колдовство. Завернуто в нечто привлекающее внимание. Внутри него кусок ткани, в которую воткнули иголки и гвозди, чтобы навредить этой женщине. Потом мы все это вынули. Это дело, братья мои, я вас самих оставил смотреть. Чтобы вы сами убедились в сути колдуна и в его неизменности, ничтожности и мерзости. Сейчас мы разворачиваем порчу, как видите. Вот это дело. Что же толкнуло их на совершение такого дела? Эта работа, у мои братья, имитирует с собой плаценту женщины, да возвысит вас Аллах. За эту женщину взялись сразу после родов и навели на нее порчу, чтобы разлучить всю семью, ее, мужа и дочь. И этой порчей вся семья полностью распалась. Как видите, это сделано на муже. Вторая порча дочери. И третья порча жене. Это их восприятие мира, их скверно и их подлость. А это другая работа, показывающая дикий ширк и неверие в их жизни. Это порчи, из которых они сделали украшение. Первую мы видели, а это вторая. Мы помогаем поломать эту вещь и узнать, что же внутри. Это было подарком. Обычно такое быстро ломается, это не ломается. Мы сказали «Бисмиллях Аллаху Акбар» и поломалось. Когда она поломалась, мы были поражены тем, что увидели. Сразу распространился мерзкий гнилой запах нечистот. Эта гниль, что-то черное, внешне похожее на кости. Это украшение, сделанное из гипса. Нам сказали, что это было украшением в доме. На самом же деле, когда мы раскрыли его, мы обнаружили, что внутри него находится петух. Зарезали и закинули сюда голову и верхнюю часть тела. Потом залили сверху этим гипсом. И стало, как вы заметили, вазой. Этот петух, это одно из их проделок. Зарезали. А ведь он призывал на утреннюю молитву. Зарезали. А ведь он же единобожник. Зарезали для джинов. Это голова. Не загнила еще. Это голова петуха. Залили гипсом. Перья сошли со временем. И ваши братья разбивают остатки порчи. Что это? Что это за работа? Это один из видов украшения? Это ли один из видов украшения? Это ли красота? Нет. Клянусь Аллахом. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Аллах сказал. Я самый независимый из сотоварищей, что мне предают. Кто предаст мне в сотоварища кого-либо, то я оставлю его и его ширк. И этот ширк, выводящий из ислама, когда закалывают не с именем Аллаха, а закололи это для джинов, и это им нравится. И ширк, многобожие, причиной которого являетесь вы, от джины, мы разбили. Он существует в этом украшении. Какое же оправдание вы найдете тому, что исполняли заказы в разлучении семейных пар, и в порче очагов, и в обрывании родственных связей, и в осуществлении желаний худших людей из рода Адама, которые, если что-то и хотят, то достигают этого только посредством джинов и шайтанов. И Аллах дает им власть над теми своими рабами, над какими пожелает. Чтобы испытать их, клянусь Аллахом. Поистине, все грехи, кроме этого греха, принесение жертвы не Аллаху, и убийство, и воровство, и разврат, все это, меньше этого греха, ширка, предавание Аллаху сотоварища в поклонении, потому что совершающий ширк остается в аду навечно. О, мои высокочтимые и благородные братья! Мы достаточно посмотрели, и совершенно ясно увидели яркое проявление ширка, и это самый отвратительный и мерзкий грех, потому что ширк вызывает гнев Творца. Это многобожие, самое скверное и дурное из грехов, потому что в нем приравнивание Творца творением, потому что в нем направление своего поклонения не Аллаху, Свят Он и Велик, потому что сотворение рая и ада, и джихад на пути Аллаха, Свят Он и Велик, и отправление посланников, и собирание войска, все это произошло только ради слова «Ля Иляха Илля Аллах». А ширк и его основа – кирпичик за кирпичиком. Нет в нем абсолютно ничего, что приносило бы пользу. И эти жертвы не Аллаху являются ширком. Сколько же совершено неверие в порогах колдунов, неверие в Аллаха. Некоторые бывают такими, как вы видели, жертвуя не Аллаху, Свят Он и Велик. Другие – вот в таком виде, в каком мы вам представили, мы вам еще о них расскажем. Также, когда заходят к колдунам и гадалкам, из-за них на сердце бывает страх. Аллах сказал, не бойтесь их, а бойтесь же меня, если вы уверовали. Это один из разновидностей страха. Ученые сказали, это скрытый страх. И это ширк, многобожие, да упасет нас Аллах от этого. Также ширком считается убеждение, что предсказатели и колдуны знают сокровенное. Кто же поверит в это, то он вышел из ислама. Аллах, Свят Он и Велик, сказал о себе, Свят Он и причист от всякого недостатка и порока. Он – знающий сокровенное, и не открывает он эту тайну никому. Скажи, кто знает тайну небес и земли, кроме Аллаха? И у этой категории людей, может быть, есть привлекательные и обманчивые украшения, красивые, может быть, у него ароматные благовония, может быть, он как-то воздействует с помощью шайтанов и джиннов на человека при встрече, и невежда заходят к ним, а они же забавляются им. Их забава может заключаться в тайных знаках между колдуном и джинном. И к каждому человеку приставлен джин, который течет по его венам. Как-то в кругу одного из халифов мусульман в период правления исламского халифата, да обновит Аллах прославленных своей уммы, «Халиф сидел, и пришел один колдун, считающий себя пророком от Аллаха, и также претендовал на то, что он знает сокровенное, и они потребовали от него доказательства. И тогда он сказал, указывая на камни, брошенные на землю, возьмите эти камни и сосчитайте, а я же закрою глаза или выйду отсюда. А потом вернусь и сообщу вам, сколько камней в руках каждого из вас». Пророчество камнями. Пророчество камнями. Так и сделали. И он сообщил им, сколько камней у них в руках, и они удивились. А среди них был праведный, сведущий ученый. Он сказал, выведите его. Когда же вывели, он сказал, что каждому из нас представлен шайтан. Он считает, когда мы считаем. И потом сообщает ему о том, что мы сосчитали и пересчитали. Пусть же каждый из вас возьмет камни, не считая. А потом спросим его после этого, пусть скажет. И когда тот зашел, ну давай же, скажи нам. Тогда тот начал уклоняться от ответа уклонением дикого осла и назвал неправильную цифру. И они посмеялись над ним. И Маджлис наполнился радостью. Потом он быстро ретировался. Потом его адрес, проклятие и ругань. Вот так вот. Некоторые из них внушают другим красивые слова обольщения. Помогают друг другу в грехе и враждебности. Точно так же, как и вы помогаете друг другу в благочестии и богобоязненности. Они помогают друг другу против нас в ослушании враждебности. Однако их козни обращаются против них самих же. То, что вы видели, это украшение было разновидностью ширка и неверия в Господа Всевышнего, который совершает один из них. О, мои благородные друзья! У этого колдуна есть свои признаки. Потому что можно все перепутать. Мы узнаем признаки колдуна, чтобы потом кто-то из нас в порыве энтузиазма не напал на того, кто не является таким, и не обвинял его в том, что не имеет к нему никакого отношения, что он, мол, колдун. Как же отличить и узнать, что этот вот точно колдун? Или вон та женщина, точно из тех, кто наговаривает проклятие в узлы? Точно! Как же мы узнаем их? Есть ли у них внешне отличительные признаки? Нет. У них нет нижних отличительных признаков, кроме обычного человеческого облика. Да, это оборотень в виде человека, однако он – духовный оборотень. Тело же имеет обычный вид. Ты не найдешь глаза на лбу у колдуна, и не увидишь ногу, растущую с живота, не обнаружишь у него три рта, и не заметишь глаза на его затылке. Однако у колдуна яркие и ясные признаки, яснее, чем луна в четырнадцатую ночь. Эти признаки яснее, чем солнце средь бела дня. Об этих признаках нам расскажет наш шейх, который ловил того, кто назвал себя шейхом. Однако он не шейх. Он – никто. Но он считает себя лечащим травами. На самом же деле он совершает неверие, и других делает неверующими в Господа всех господ. Он объявляет, что может сообщить о будущем, а сам же впоследствии приводит их к огню. Так какие же признаки у колдуна? Послушаем, что говорит о них наш досточтимый шейх в подробности. И да направит Аллах твои разъяснения на путь правый, и добавит тебе наставления и помощи. А все Аллаху известно лучше. Хвала Аллаху, Господу миров, благословление и приветствие пророку. Дорогие мои, у колдуна очень много признаков, но мы расскажем о самых явных и точных признаках колдуна. Во-первых, если тот, кто объявил себя целителем, или предсказателем, или лечащим травами, спрашивает имя больного или имя его матери, так знайте же, что это колдун, потому что он спрашивает имя матери только лишь для того, чтобы уведомить об этом представленного книжа Айтана. Это первый признак, по которому мы узнаем, что он колдун и работает с джиннами и шайтанами. Мы должны отдалиться от него и предупредить других. Второй признак, если он просит принести ему какую-нибудь вещь больного, допустим, волосы, ногти, одежду, нижнее белье, или другие вещи человека, так знайте же, что этот тоже колдун и работает в паре с шайтанами. Иногда они просят принести какое-нибудь определенное животное с определенными описаниями. Например, черного барана требует, к примеру, определенную породу овств, или просит принести черного петуха, или просит слепую обезьяну. Однажды ко мне пришел один человек и говорит, «Я ходил к целителю, и он потребовал от меня 11 мышей, и потребовал поймать эти 11 мышей в определенный промежуток времени, с половины второго до половины третьего». Мне говорит, «Четырех не хватает, не можешь подсказать, где можно достать несколько мышей?» Я говорю ему, «Я занимаюсь делами колдунов, а не мышей». И он уверял меня, что тот человек целитель, что у него хороший опыт, и что он попросил 11 мышей. Я сказал ему, «Дорогой брат, этого нельзя делать». Некоторые из них иногда просят мышку-сироту. Просит мышку-сироту или определенного описания. Этими признаками узнается, по его требованиям, что этот человек — колдун. И как сказал шейх, у этих колдунов есть цель, к которой они стремятся. Они хотят этого, им другое не нужно. Это богатство и почетное место среди людей. И они не могут достичь почета среди людей таким образом. «Принеси мне слепую мышь, или принеси мне то-то, или принеси мне такую-то траву. Откуда я тебе найду такую? Тот не может». Тогда он говорит, «Дай мне такую-то большую сумму, и я прикажу главе джинов, чтобы он достал тебе это». Иногда требует определенное жертвоприношение и приказывает зарезать ее и принести ее кровь. А потом этой кровью пишет какие-то иероглифы. Или приказывает обтереть тело больного этой кровью. Так вот, знаете же, он — колдун, общается с джиннами и закалывает эти жертвы, поклоняясь шайтанам и не веруя в милосердного святого на велик. Иногда он приказывает закопать снаружи определенные вещи, как вы уже видели. Дает, например, такую вещь, требуя закопать его где-нибудь. Например, закопать в колодце. Или бросить в море. Или бросить в заброшенное место. Типа таких вещей. На них полно знаков, иероглифов, надписей. Иногда приказывает носить на руке вот такие вещи. Приказывает это носить на руке. И все эти вещи являются талисманами и амулетами. И вот на этой некоторые знаки, иероглифы, на ней имя Аллаха написанное в перевернутом виде. И аят-уль-курси написанное задом наперед. А рядом какие-то знаки и иероглифы, вызывая довольство шайтана. Конец первой части. Почему нас настигает порча? Как уберечься от вреда колдунов? Что находится в некоторых талисманах? Ответы на эти и другие вопросы смотрите во второй части. Здесь призывы к шайтанам. Затем написал некоторые аяты. А затем написал, я прибегаю к Аллаху от них. Написал Мухаммад, Нух, Ибрахим. Мухаммад, Расулюллах, потом написал, я прибегаю к Аллаху от них. Здесь призывы к шайтанам, знаки, символы. Она говорит, шейх. Он говорит, да, сестра, говорите. Она говорит, шейх. Он говорит, да, да, только погромче говорите, уважаемая сестра. Голос слабый. Она говорит, я хочу вам сообщить о колдуне. Слышите меня? Он говорит, да, хорошо, да вознаградит вас Аллах лучшим. Сообщайте о колдуне, только погромче говорите. Она говорит, нет, я боюсь, он меня услышит. Эй, джин, я приказал этому человеку зарезать жертву. Потом читают фаляк иннас, приплевывая. Какая же вражда? Больше, чем вражда того, кто был многобожником, не зная, 30 лет. Это талисман одной женщины. Она думала, что ее счастье в нем. А затем, как видите, знаки, символы. Что же в конце этих знаков? Вы думаете, это Куран? Да, вы правильно думаете. Это Куран. Это книга Аллаха, которой не подступает ложь ни спереди, ни сзади, ни с посылания от мудрого и хвалимого. Это речь Аллаха. И это сура Аль-Бакара, против которой бессильны колдуны. Однако, что это? На ней написаны имена некоторых главарей джинов. Не буду я здесь произносить, тем более в доме Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.